Обманутые дольщики получат компенсацию за недостроенные дома. В Сосновоборске состоялось выездное совещание по решению проблем людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Депутаты, представители краевой власти и специалисты в области строительства посетили три недостроенных дома в Сосновоборске. Напомню, в законодательном собрании региона недавно принято два законопроекта для оказания помощи дольщикам. Один из них позволяет выделять земельные участки без проведения торгов тем строителям, которые возьмут на себя обязанность закончить возведение проблемных домов. Второй законопроект обеспечивает дольщикам денежную компенсацию для оплаты съемной квартиры. Это небольшая, с моей точки зрения, финансовая мера поддержки, но которая может облегчить жизнь гражданам, которые арендуют сейчас жилье, ожидая, когда их дома будут достроены. По этому закону, который уже вступает в действие, семья из одного человека может рассчитывать на компенсацию в размере 10 тысяч рублей, семья из двух и более, человек на компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Для этого им нужно представить договор аренды и доказательство оплаты. Предполагается, что до конца года такую компенсацию получат около 400 семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей, а в следующем году объем этих выплат увеличится до 100 миллионов. Получить компенсацию смогут все дольщики, чьи дома включены в перечень объектов, в которых не будет вести строительство, а застройщик признан банкротом. Вся информация размещена на сайте Министерства строительства, вся информация размещена на сайте службы строительного надзора и жилищного контроля. Плюс в Министерстве строительства на постоянно действующей основе открыт консультационный центр, куда может прийти каждый заинтересованный гражданин и получить всю необходимую исчерпывающую информацию, касающуюся пакета документов, порядка предоставления компенсации и получить ответы на все интересующие вопросы.